Всем привет! Еще одну историю я хотела рассказать, что у меня здесь произошло с зубами. Потому что зубы здесь очень дорогое удовольствие, и я влетела в такое удовольствие. Приехали мы сюда 6 лет назад, и у меня были зубы в порядке. Но со временем у меня был навесной такой бугелек, кто знает. Этот бугелек мне сделал тут проблему на тех двух зубах, на которых он держался. А оказывается было мало двух зубов, надо было больше зубов, чтобы его держали. Короче, этот бугелек мне расшатал зубы, но он тоже хорошо продержался, 8 лет. Но он мне расшатал те зубы, те два зуба, на которых он держался. И там пошел процесс, видно туда заходила еда, и там пошел процесс нагноения. И такой процесс у меня там продлился год. То мы не знали куда идти, то дорого, то нету страховки. Здесь, кстати, на зубы отдельная страховка. Но она ничего не покрывает такого. Она покрывает только там какие-то пломбочки, может быть, чистить зубы она покрывает. И какое-то количество коронок она покрывает, больше ничего такого она не покрывает. Это страховка, это такое одно название, страховка. За зубами нужно следить, как они говорят, с детства. И следить серьезно, что они здесь и делают. Ну вот у нас на Украине, я не знаю, то ли Украина, то ли мы такие были невоспитанные, то ли это экология, то ли это наследство, потому что у моих родителей тоже были ужасные зубы. Короче, нагноительный этот процесс. Он длился год, он там наделал мне делов. Потом пришлось все это удалять. И так как уже цеплять было не к чему, мне сказали, что тут нужны импланты. Или носить вот такую вставную пластиковую полчелюсть. Но так как что-то мне еще не захотелось, 50 лет не было, и я не хотела носить эту вставную челюсть, этот пластик во рту, я что-то рискнула идти на импланты. Хотя импланты, мы ходили здесь в Нью-Джерси, сумасшедшие цены. В Нью-Джерси мне вообще говорили на три импланта и два зуба между ними мостик, на которых должен был так стоять. Это было 18 тысяч, они хотели. Конечно, таких денег у меня не было. Я сказала, что я вообще лучше буду ходить без зубов, чем дать 18 тысяч. Вариант ехать домой меня тоже не устраивал, потому что это надо было оставлять работу. Это дорога, это расходы, это зубы. А так как импланты тоже берут очень много времени, я бы потеряла тоже кучу денег. Итак, мы нашли врача в Бруклине. Сначала хирурга, который все это поудалял. И врач, который сказал, что он мне это все сделает коронки. Удаление и три импланта. Все эти коронки, это стоило мне 10 тысяч долларов. Вау, скажете вы. Но из-за того, что импланты, это очень длинная такая версия, она длилась около двух лет, пока мне удалили, пока мне поставили туда такой костный порошок в то место, где у меня было нагноение, где выгнила десна. То должно прижиться, закаменеть. Это все у меня, это время, время, время. Потом уже мне вкрутили импланты, опять должно было пройти время, посмотреть, приживутся ли они или нет. И потом это уже коронки эти, коронки дорогие. Импланты мне стоили 5 тысяч, и коронки мне стоили тоже 4 тысячи щенка. Короче, и поездить туда, дорога, мы живем в Нью-Джерси, нужно было ехать в Бруклин, это в Нью-Йорк. Ну ничего не поделаешь, дешевле мне там вышло наполовину. Если мне хотели здесь 18, то там мне заплатило 10 и за 2 года. Ну за 2 года я тут сижу, тут зарабатываю, тут плачу. А уезжать было в Украину, это же нужно было иметь свои деньги в кармане, и потом вернуться. И потом, не знаешь, когда найдешь работу. Ну короче, я подумала-подумала и сказала, что потихоньку выплатим. Там никто не бьет в шею, что плати уже, ты можешь платить какими-то частями, ты можешь платить кредитной карточкой. Лояльное такое отношение к тебе, потому что сами врачи понимают, что это дорого. И те люди, у которых нету страховки, то ли они нелегалы, то ли они легалы, но раз у них нету страховки, то такая сумма денег, это дорого для всех. Даже у нормальных американцев 10 тысяч отдать вот так просто, это очень дорого. И тем не менее, я влетела в такую сумму. Ну пока, тву-тву-тву, постучим по дереву, все хорошо, я довольна. Я довольна, и зубы хорошие, и выглядят хорошо. И дай Бог, конечно, чтобы не нужно было следующей такого забега на такую дистанцию и на такие деньги. Но ничего вечного не бывает, и они тоже не давали гарантию на долго лет. Они говорили, что ничего вечного не бывает. Ну и лет 8-10, а там будет видно. Но ничего, поживем-увидим. Вот такие у нас были приключения с зубами. Вот и все. Пока всем. Счастливо. Счастливо.